В поликлинике областной клинической больницы расположился целый штаб по профилактике инсульта. Прямо в фойе все желающие смогли проверить показатели артериального давления. Одним из основных методов, способных предотвратить инсульт, является измерение артериального давления. Несмотря на свою простоту и доступность, это реально может спасти жизнь. После измерения давления пациентов отправляли в Центр здоровья, который находится на этом же этаже, где они смогли узнать и другие показатели. Измерить холестерин в крови, измерить сахар в крови, произвести кардиовизор. Это оценка сердечно-сосудистой системы. Также измеряем им массу тела, рост и вычисляем индекс массы тела. Проблема сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире стоит крайне остро. Инсульт колоссально помолодел, уверяют специалисты. И здесь причин сразу несколько. О них знает, пожалуй, каждый. Неправильное питание, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, гипертония. К слову, почти 90% людей, перенесших инсульт, страдали артериальной гипертензией, сахарный диабет и высокий холестерин в крови. Простое внимание к своему здоровью и здоровью своих близких поможет избежать трагедии. Инсульт последние несколько лет стал настолько распространен, что симптомы заболевания должен знать каждый. Конечно, поставить диагноз может только врач, но заподозрить и вовремя среагировать может сам пациент или родственники. Основные проявления инсульта – это односторонняя слабость в конечностях или в лицевой мускулатуре, что видно, перекос лица, а не менее на одной половине тела, нарушение речи, резко возникшее нарушение глотания. Все это является поводом для быстрого вызова скорой помощи. Если появились первые признаки, счет идет на минуты. Инсульт разделяют на два вида. Это геморрагический, традиционно его считают более серьезным, ведь в данном случае кровоизлияние идет прямо в мозг. И ишемический. Если больной инсульт ишемический, то если этот пациент поступил в первые 4 часа, 4,5 часа – это золотой стандарт, то есть это терапевтическое окно, терапевтическое, при котором можно по показаниям сделать даже тромбоэлитическую терапию. То есть это вводится препарат, который растворяет тром. И у больного все симптомы, которые появились, они практически исчезают. Минимальность там, может быть, остается в мире. А так-то больной на глазах выправляется. В любом случае, какой бы инсульт ни случился, последствия всегда серьезные. В первый месяц умирают 30% пациентов. 60% остаются инвалидами, которых ждет серьезный и долгий период восстановления и реабилитации, который порой растягивается на годы. Врачи не устают повторять, предотвратить. Всегда легче, чем лечить. Стоит помнить страшные цифры. Инсульт стоит на втором месте в мире по количеству летальных исходов. В нашей стране ежегодно регистрируется около 400 тысяч инсультов. 35% из них заканчиваются трагически. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова